Продолжение следует... Раз, раз. Ага. Здравствуйте, дорогие друзья. Зовут меня Владислав Федоренко. Я психолог. Сегодня я буду рассказывать о механизмах формирования зависимого поведения. Прежде чем начать, хочу, наверное, оговориться. Тема достаточно сложная и подразумевает множество терминологий. Я постарался, когда готовился убрать максимум ненужных терминов, те, которые остались, я постараюсь своевременно рассказывать, пояснять. Если вдруг я начинаю употреблять какие-то слова вам незнакомые, вы, пожалуйста, прямо с места мне вот так рукой помашите. Это будет сигналом к тому, что я влёкся терминологией. Итак, ну, логично будет начать с определения. Да? Будешь переключать? Для начала нам важно два определения знать. Первое – это что такое зависимость. Второе – это что такое зависимое поведение. И различать их друг от друга. Итак, зависимость, если совсем простым языком, это непреодолимое влечение, тяга к какому-то веществу, либо к какому-то определенному виду деятельности. Зависимое поведение – это поведение, которое влечет за собой формирование зависимости. Соответственно, не каждый человек, практикующий зависимое поведение, обладает зависимостью, либо гарантированно её получит в ближайшее будущее. И давайте... Следующий слайд. Давай ещё раз. Изначально сейчас используется понятие из английского языка «addiction». Влечение, тяга – определение достаточно популярное, используется практически для всего. Влечение к трате денег, влечение к алкоголю, табаку. Но есть ещё более ранний термин – «addictus». Это юридический термин. Он означает зависимое рабское подчинённое поведение. При этом внешне это поведение выглядит, как добрая воля человека, который практикует это поведение. Дальше. И, я думаю, как многие здесь знают, зависимости делятся на два типа. Химический и нехимический. К химическим относятся в зависимости от определенных веществ. Нехимический – чаще всего от определенных родов, видов деятельности. Ну, химический алкоголь, табакокурение, нехимический шоппинг, трудоголизм и так далее. Дальше. В психологии считается, что зависимость – явление сугубо социальное, как и все приобретённые приучки. И, соответственно, делится на условно-социально приемлемые и социально неприемлемые зависимости. К социально неприемлемым зависимостям относятся, ну, пресловутая наркомания, алкоголизм – те виды зависимости, которые несут большой ущерб для личности и большой ущерб для социума, в котором находится эта личность. Условно-социально приемлемые – это зависимости, с которыми социум время от времени мирится. Сюда можно отнести работоголизм, сюда можно отнести некоторый религиозный фанатизм, музыкальный фанатизм. В психологии существует понятие «отклоняющееся поведение». Внутри отклоняющегося поведения есть саморазрушающее поведение. И вот как раз зависимое поведение относится к разряду саморазрушающего поведения. И дальше, в следующем слайде, можно посмотреть, на что это делится. Есть прямое саморазрушающее поведение и опосредованное. Давайте немножечко остановимся на этом. Ну, прямое тут понятно, да, то, что несет непосредственный вред организму, и человек, который практикует такое поведение, чаще всего примерно в общих чертах понимает, какой ущерб он себе наносит и какие последствия для его здоровья его ожидают. Опосредованное. Да, на примере музыкального фанатизма, бродяжничества, здесь саморазрушающее поведение носит не нацеленную разрушающую функцию, а скорее как антипод развитию, противопоставляет себя личностному росту и развитию. То есть человек, ну, для примера, я думаю, никого не обижу, возьмем панк-культуру, да, есть люди, которые фанатично ей привержены, и тем самым идентифицируя себя, обозначая себя «я панк», они принимают определенный стереотип поведения, загоняют себя в определенные рамки, и когда жизнь подталкивает к тому, чтобы выйти за эти рамки, сделать какое-то, демонстрировать какое-то другое, выходящее за рамки поведение, человек чаще всего откатывается обратно, тем самым застревая в своем развитии, тем самым наносит себе ущерб. Дальше. Ну, это вот практически то, о чем я сейчас говорю. Можно дальше? Пойдем. Дальше важно рассмотреть факторы, влияющие на формирование зависимости. Они бывают как внешние, так и внутренние. Для того, чтобы у человека появилась зависимость, для того, чтобы он начал демонстрировать зависимое поведение, необходимо сочетание многих, нескольких факторов. Итак, первый фактор – это группа факторов социальных. Имеется в виду некоторый контекст нашей жизни, общество, которое нас окружает, какие-то тенденции, моды, веяния. Ну вот, сюда же нестабильность общества, низкая культура. С этим, в принципе, я думаю, достаточно все понятно. Дальше. А, ПАФ, извиняюсь. Это сокращение психоактивных веществ, их доступность. Это один из факторов окружающей среды. Социально-психологические факторы – это все, что касается человека и его взаимодействия с социумом. Тут особое внимание, я думаю, стоит уделить высокому уровню коллективной и массовой тревоги. В принципе, я думаю, многие могут наблюдать сейчас повышение уровня тревоги в социуме из-за событий на Украине. И особое внимание уделить отсутствие привлекательных для детей и подростков доступных досудовых центров. Почему так важна досудовая занятость? Для гармоничного развития личности, чтобы человек не откатился к зависимому поведению или к другим видам отклоняющегося поведения, очень важно развивать у себя три основных жизненных сферы. Первая сфера – это семья, удовлетворяющие меня отношения внутри семьи. – это либо родительская семья, в которой я живу, либо, если я уже создал свою семью, то это в моей семье. И вторая, второй столб, на котором держится гармоничная личность – это успехи в основной деятельности. Под основной деятельностью я понимаю такую деятельность, которая приносит стабильность, доход, возможность обеспечить себя, свои основные потребности. Это либо работа, либо это учеба. И третья очень важная сфера – это альтернативная занятость. Это хобби – сфера, в которой человек либо отдыхает от предыдущих двух сфер, либо черпает вдохновение. Да, в любом случае, немножечко переключается. Я думаю, у многих из вас есть перед глазами примеры, когда человек зациклен, там, дом-работа, дом-работа. Да, это ни к чему хорошему обычно не приводит. Это сопровождается депрессиями, какой-то состоянием загнанности. И это очень часто приводит к формированию зависимости. В нашей культуре чаще всего это алкоголизм. Психологические факторы – все, что относится к моей личности, к уровню моего развития, способности переносить стрессы. Да и стремление к чрезмерному самоутверждению. Особенно это видно на подростках. Биологические факторы. Среди биологических факторов, влияющих на формирование зависимости и зависимого поведения, особо хочется выделить инвалидность. Часто человек, получивший какое-то увечие, у него происходит обесценивание себя как личности, обесценивание какого-то вклада, который он может привнести в общество или в жизнь, там, свою или близких. И наследственность, конечно. Люди, выросшие в семье, где практикуется и процветает зависимое поведение, конечно, более склонны. Кроме факторов, есть множество примеров тому, что человек живет в неблагополучном районе, в неблагополучной семье, и все факторы говорят о том, что хорошо бы этому человеку скатиться куда-нибудь, до какой-нибудь зависимости от какой-нибудь привычки. Но есть множество примеров, когда люди из такого окружения вырастают достаточно зрелыми и здоровыми. Потому что есть еще один важный составляющий фактор – это мотивация. Видов мотивации существует достаточно много, но есть пять видов мотивации, которые ведут именно к формированию зависимого поведения. И давайте их рассмотрим поподробнее. Первое – атрактическое. Проще говоря, я предлагаю вам как-то представить свой нормальный, средний эмоциональный уровень комфорта. То есть, когда у меня не произошло ничего плохого, вроде как не случилось ничего очень хорошего, просто спокойное, ровное состояние. Так вот, атрактическая мотивация подразумевает, когда у меня случилось горе, и эмоциональный фон упал, я что-то употребляю или что-то делаю для того, чтобы выровнять этот эмоциональный фон. До состояния нормы привести. Следующее. Гидранистическая мотивация. Если представить тот самый средний эмоциональный фон, гидранистическая мотивация – это стремление как можно выше поднять этот эмоциональный фон. Стремление к эйфории. К эйфории я подразумеваю как раз именно сверхвозбужденности, а не какое-то там состояние нереального кайфа и удовольствия. Ну, вот думаю, кто из вас бывал в ночных клубах, могли наблюдать людей, у которых как раз вот эта мотивация ведущая. Следующий вид мотивации – это мотивация с гиперактивацией поведения. Что это значит? Этот вид, похож на предыдущие два, заключается он вот в чем. Мне, чтобы совершить что-то, сделать что-то, сподвигнуть себя на какую-то деятельность, прекратить быть пассивным, я должен что-то применить, употребить, выпить кофе, чтобы взбодриться, иначе работать не могу, ну, или еще что-то подобное. Вот такая мотивация тоже ведет к формированию зависимого поведения. Дальше. Субмиссивная мотивация. Тоже каждый из вас сталкивался в своей жизни, это неспособность, невозможность сказать «нет». Давай выпьем, давай потратим все деньги, давай потратим последние все деньги. Вот картинка из интернета отлично отражает как раз суть явления. И последний вид мотивации, который ведет к формированию зависимого поведения, это псевдокультурная мотивация. Приверженность к определенной субкультуре, общности людей, для которых нормально демонстрировать, проявлять какое-то зависимое поведение. Ну и человек себе этим, как бы, идентифицирует себя с этой культурой и практикует соответствующее поведение, чтобы быть в социуме, в теме, в какой-то. Дальше. Ну и давайте попробуем рассмотреть некоторый генезис. Как вообще, какой механизм действует. Итак, уже много десятилетий ведется изучение зависимости и зависимого поведения, и все сходится в одном, что по итогу это вот некоторая такая цепочка. Запрограммированность, употребление, привычка, и в дальнейшем формируется установка. Как происходит некоторая запрограммированность? Лучше всего это рассмотреть на примере курения. Это вот отлично показывает, как формируются программы зависимого поведения у человека и в голове. Какое следующее? В течение жизни, с самого детства, да, нас окружают какие-то курящие люди, мы их видим, что-то делаем. И в каком-то возрасте многие начинают как-то там дети подражать, скручивают бумажку, демонстрируют какое-то поведение, и сказать, как будто я курю. А, вот представительность. Впоследствии, когда родители видят это, ну и вообще в целом, когда и не видят, доносят информацию о том, что ты маленький, недостаточно взрослый, есть, смотря в каком возрасте это происходит. В совсем раннем возрасте ребенку сложно уловить, ну вот логический посыл, который дает ему родитель. Дети из-за незрелости своей, у них больше разве там интуиция. Интуитивно, бессознательно воспринимается совсем другая установка. Дескать, ну ты незрелая личность. И ребенок в своем стремлении скорее стать взрослым, воспользоваться всеми теми возможностями, которые дает взрослая жизнь, проявляет, ну, некоторый интерес к этой теме. Опять же, обозначения, запрещающие знаки на каждом киоске, в каждом магазине, ну, ну, в какой-то степени напоминают о том, что личность незрелая, и воспользоваться всеми возможностями зрелой личности ты не можешь. А понятное дело, что у большинства людей это происходит несознательно, в голове подобного диалога не происходит. Да, это все на уровне каких-то образов, представлений. И бессознательно это вливается в некоторую запрограммированность, которая как триггер при определенных внешних обстоятельствах срабатывает, начинает, и человек переходит к следующей ступени. Это пробное употребление. Следующее. А зачем нужно употребление? Так как чаще всего это знакомство с курением происходит в детстве и в подростковости, у человека на этом этапе развития уже сформирован образ курящего, как ведет себя курящий человек, что он при этом делает, о чем он говорит, какие позы, жесты он принимает. Но образ этот неполный, без личного, субъективного опыта. И при определенных условиях ребенок дополняет эту картину, делает образ целостным. Он употребляет. И тут очень важно, насколько серьезно закреплена у него в мозгу именно вот эта запрограммированность. Потому что, кто пробовал курить, вспомните свой первый опыт. Там сугубо сплошные негативные впечатления. Во-первых, дым неприятный, неприятно пахнет, кашляют, слезятся глаза. Обычно это все происходит где-то в тайне от родителей, потому что меня еще могут поймать, это дополнительный стресс, мне за это может влететь. Да, по сути, ни одного позитивного момента в этом нет. Но при силе вот этой программы в голове ребенок, подросток преодолевает, преодолевает все негативные факторы для того, чтобы сформировать вот такую модель поведения, чтобы реализовать вот эту заложенную программу. Дальше. Ну вот, про это я примерно так же сейчас и сказал. После чего, когда вот эта программа закрепляется какое-то время, начинает формироваться зависимость. При достаточно долгом поведении зависимом вырабатывается уже некоторая установка. Если человек на этом этапе не оторвать, не отводить от этой привычки, формируется некоторая установка о том, что это нормальное поведение, это нормальный образ жизни, что вокруг многие так живут, и нормально живут, хорошо живут. И вот, когда формируется эта установка, очень сложно помочь человеку откатиться до каких-то более зрелых установок, и, дескать, что это ненормально. Да, потому что это становится, ну, некоторой чертой личности уже. И хотелось бы обзорно пробежаться по некоторым основным психологическим школам, что с этим делают, какие направления в психологии предлагают, какие выходы, какую борьбу. Итак, социологический подход, с ним мы все знакомы, подразумевает под собой создание некоторого идеального образа, которому следует стремиться, и всячески со всех сторон человека подталкивают к тому, чтобы следовать вот этому идеальному образу. Следующий подход. Психоаналитический подход. Зиглот Фрейд предположил, что человек изначально с самого рождения предрасположен к зависимости, но изначально зависим. Почему так происходит? Потому что родители не в состоянии заметить и удовлетворить все потребности маленького ребенка. Это просто, ну, физически невозможно. И любой человек, когда вырастает, обладает какими-то неудовлетворенными потребностями из детства. И вопрос, как он их будет удовлетворять, это вопрос, ну, зрелости. Насколько я хорошо осознан, насколько я хорошо это понимаю, что я с этим буду делать. Следующий подход. Бихеверистический подход. Бихеверизм — это направление в психологии, которое изучает поведение. Это поведенческая психология. Они предполагают, что зависимость — это нарушение адаптации. Что у человека неправильно идет адаптивный процесс к этому обществу, к этой жизни. И психологи этого подхода помогают людям адаптироваться, найти нужные модели поведения для того, чтобы реализовать то, что ты хочешь, и потребность адаптироваться, приспособиться к социуму. Экзистенционально-гуманистический подход. Тоже довольно-таки интересный, один из наиболее, наверное, эффективных. О чем здесь идет речь? Здесь предполагается, что... Время кончилось. Здесь предполагается, что человек пришел на землю с высшим даром. Это духовность, и суть этой духовности, самая высшая ценность — это свобода воли, свобода выбирать. Соответственно, зависимое поведение является отказом от высшей благодетели, данной нам при рождении, и воспринимается как уход от духовности, уход от себя, уход от некоторой человечности, от человеческой сути. И работа ведется как раз в направлении духовного развития через альтуизм, через помощь, через самосознание, самоанализ. И есть, наверное, самый эффективный подход. Это медицинский подход, который сочетает в себе медикаментозную помощь и один из видов терапии. Это, конечно, не все виды терапии, но какой-то из них чаще всего сочетает. На этом я готов ответить на ваши вопросы. Первый этап запрограммирования человека можно пройти, как это делают, допустим, в Голландии. То есть разрешают свои направления некоторых энергетических веществ, и каким образом это эффективно. Смотря что подразумевать под эффективностью. Ты говоришь, что это эффективно. Это, возможно, интересный опыт, но, допустим, для нашей страны, для нашей ментальности он не подходит. И в любом случае употребление помогательных веществ всегда ведет к некоторому разложению личности. Смотрим, в каком плане? Это согласие употреблять вещества, согласие регулировать свое состояние, настроение при помощи чего-то. Это некоторое принятие своей неполноценности, отказ полноценности. Ну и как бы человек автоматически существует, уже принимая то, что он с изъяном и за счет этого отдает себе во многих сферах жизни достаточно много послаблений. Ответил? Можно? Открыть, пожалуйста. Чем отличается тревожность, стресс и депрессия? Хорошо, сейчас исполниваю. Тревожность. Тревожность есть у каждого человека, она есть фоном всегда. И в зависимости от ситуации, в которую попадает человек, вот этот тревожный фон, он либо повышается, либо понижается. Когда он на каком-то среднем комфортном уровне, мы его даже не замечаем. Когда он повышается, мы чувствуем тревогу, я думаю, каждый чувствовал. Тревога это некоторая неотъемлемая часть личности, которая есть всегда. А стресс? Стресс это скорее всего ситуация, ну чаще всего ситуация фрустрации, когда я либо не знаю, что мне делать в данной ситуации, либо я не знаю, как не определился с тем, как мне относиться к данной ситуации. То есть я не могу даже дать оценку этой ситуации. Поэтому я нахожусь в подвешенном состоянии, которое меня в какой-то степени угнетает. И длительное нахождение в стрессе ведет как раз к появлению депрессии. То есть депрессия это длительное нахождение под воздействием стресса. Под воздействием стресса обесцениваются некоторые защитные механизмы психологические. И депрессия наступает тогда, когда человек уже не видит ресурса, не чувствует сил что-то сделать, как-то исправить ситуацию. Это состояние безысходности отчаяния. Можно еще подчинять? Есть зависимость депрессии и веществ обрабатываем многим человеком? Насчет зависимости от депрессии. В некотором роде я бы не сказал даже зависимостью, это, наверное, есть какая-то вторичная выгода пребывать в депрессии у этого человека, если это имеет место быть. Насчет химии я скорее некомпетентен в этом вопросе, потому что это больше медицинская сфера. Я как психолог не смогу тебе дать достоверный точный ответ. Я не уверен в том, что я правильно это понимаю и знаю. Я хотел уточнить, вы сказали, что формирование зависимости на примере, допустим, ребенка курящего происходит по причине того, что у него появляется желание попробовать что-то такое. Я правильно вас понял? Это уже следующий этап. Изначально формируется некоторая программа, некоторый образ курящего человека. Этот образ является неполным, потому что у ребенка, у подростка нет личного опыта, субъективного. Он знает, как это выглядит, но не знает, как это чувствуется, как это происходит. И это побуждает его попробовать, чтобы образ был целостным. Я правильно вас понял. Теперь вопрос. По своему опыту общения со знакомыми, понимая, что первая попытка ребенка покурить основана не на том, чтобы попробовать, как это, а основана на том, что я курю, значит, я взрослый, потому что все взрослые куют. На этом строится вся реклама нынешней. И не означает ли это, что такой подход разный к основам формирования, он в общем-то профилактику и коррекцию как-то нивелирует, то есть она неправильно производится. Вот насчет неправильно производится? Хороший вопрос. Я с вами частично соглашусь, потому что не так давно опубликовали данные о том, что те исследования, на основе которых сделаны выводы о вреде табака, о вреде никотина, они притянуто за уши и основаны на каких-то иллюзиях, на неверных... Я имел в виду не то, что табак вреден или не вреден, я имею в виду то, что причина, почему человек начинает так поступать, она не такая, то есть не то, что человек хочет узнать, а человек хочет достичь какого-то статуса посредством вот этой вот вредной привычки. Ну, грубо говоря, реклама. Покупайте наши костюмы, поэтому вы будете такими же богатными... Я вас понял, я к этому подвожу к ответу на ваш вопрос, и вот практически в очень многих западных странах, в том числе в России, все законы антитабачные, все меры профилактики употребления табака, они основывались как раз на тех исследованиях, данные о которых оказались высосаны из пальца и не очень достоверны. И, ну, да, действительно, подходы к профилактике далеко не идеальны и по ревескурению у нас, но в последние годы, я думаю, выбрано правильное направление, но как-то реабилитируются власти. Не знаю. Можем вам последний вопрос? Вот в связи с вот этим как раз можно вашу оценку? Вот меры награничения табакопурения, связанные, например, с изображениями напачкал сигарет каких-то легких, страшных, других органов. Вот это рациональное воздействие, оно может как-то остановить вот эту деятельность? Я думаю, что оно может остановить, но какое-то ограниченное количество людей. Чтобы рационально воспринимать эти изображения, эти картинки, нужно обладать определенным уровнем осознанности. осознанности себя, окружающей реальности. Достаточно большой процент людей, которые практикуют зависимое поведение, они скорее недостаточно осознанные в этом вопросе. Недостаточно хорошо понимают природу своей зависимости, ну и механизм, как это вписывается в их личность. Правильно я понимаю, что это связано со степенью осознания своей зависимости? То есть успешность в том числе со степенью осознанности в целом личности, насколько я понимаю, что происходит со мной и вокруг меня. Все, спасибо, я так понимаю, это был последний вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ